и возможность поделиться с Божьим Словом нашему брату Эдди Кириан. Эдди? Да, предоставя слово ту микрофону на наш брат Эдди Кириан. Благодаря. Спасибо. Слава Богу! Слава Богу! Я молился, о чем же мне говорить? Господь има такого торпения. Господь има страхотное торпение. У нашего Господа невероятное терпение. Я бы сказал долго терпение. Долго терпение. До этого утра я не знал, о чем я буду говорить. И я не переживаю, потому что это не мои слова. Просто се моля и казвам, Господи, Ти говори. Я просто молюсь и говорю, Господь, говори Ты. И вярвам, че когато идваме тука на това место, я верю, что когда мы приходим сюда, на это место, трябва да яме отговорность, какво казваме и чуваме ли готово нечто предварительно. У нас должна быть ответственность за то, что мы говорим, слышим ли мы это предварительно. У меня тоже есть одно свидетельство. Не откраднах времето за свидетельство, потому что не было много времени. При две седмици. Две недели назад. Или ще го почнем така дълго време. Дълго време. Дълго време. Да, дълго време. Чтобы они мне позвонили и чтобы я их крестил как надо. Потому что там в тюрьме мы их крестим в одном тазике. Всъщност им мим главичките. И просто им моем голову. Да, и я с ним объяснявам, че баптизу е потапене, и траса потопиш в море, река, бассейн. И я им объяснял, что крещение это полное погружение в реке, в бассейн и в море. Ти го разберут. Они это понимают. Но когда они выходят, има два пути. Как и наверху, когда мы уйдем с этой земли, так же есть два пути. Един е при Бога, другий е при дьяволу. И не се притеснявам да го указывам това, что то по-добре да го чуете сега, отколко то по-късно да разберете, че сте на грешното място. И я не боюсь об этом говорить, потому что лучше я сейчас вам это скажу, чем вы потом, когда-то поймете, что вы в неправильном месте. Так и с мальчиками получается. Когда они выходят, они так же выбирают уже старый путь. Но при две седмици, вече си идвам на място, излезе едно момче. Аз благодаря на Бога за новите хора, които долаха да проповядват. Единия се казва Димитър. И този Димитър проповядва. И этот Димитър, он проповедует. И той каза свидетелството си. И он сказал свое свидетельство. И той каза, че е бивший наркоман. И он сказал, что он бивший наркоман. И те го взяпнаха с такими очи. И они на него вот так посмотрели, с такими большими глазами. И той им объясняла всичко, какво е минало, как е, преживял всичко това. Он им объясняет, все объясняет, как он все пережил, как, что было. И едно момче стана и Един мужчина встал и сказал, что хочет принять Христа. Този мъж се казваше Ивелин. И этого мужчина зовут Ивелин. И този Ивелин. И этот Ивелин. Излезе на следващия дям от затвора. Тоест четвъртък, а в пятък, излезе. Он вышел на следващий день из тюрьмы. Тоест он в четвертък. И угадайте, два выбора. Един е да се обаде на старите приятели, да почни пак. Один из них ето позвонить старым друзьям, и чтоб он начал с нова колодца. А другия да се обаде на нас. А другое е да позвонить нам. За първи път от 16 години. Первый раз за 16 лет. Ме се обадиха. Мене позвонили. И той нам помоли да го крестим в морето. И он нас попросил покрестить его в море. Аз разчувствовался, что това е дълго чакане. Потому что я так долго этого ждал. Но Господь научил на дълготерпение. Но Господь учит нас дълготерпение. За това кажем, что има дълготерпение. И я поэтому говорю, что у него дълготерпение. Днес искам две сериозни теми. Първо да обявяя. Сегодня я хочу объявить две сериозных темы. Израил и Армения. Израиль и Армения. Знаем всички, как се случат в Израил. Мы все знаем, что происходит в Израиле. Не знам, дали знаете, как се случат в Армения. Я не знаю, знаете ли вы, что происходит в Армении. Новиница замагления. На улицах все. Не улицах, но новините. Медиите. В новостях все. Молчат. Добре, молчат. Да, в новостях обо всем молчат. Цяла една страна, част от Армения. Цяла една страна. Одна целая страна. Беше изселена. Была выселена. И я вспомням, тук в България се случи също нещо. И я вспоминаю, что в Българии произошло то же самое. Не вспомню, коя година, 80-е, някоя. Не могу вспомнить, в каком точно году. Как с оружием изгониха много турци от България. Как с оружием выгнали огромное количество турков из Българии. Също беше сега преди седмица, може би. То же самое произошло около неделя назад. В Арцах. В Арцахе. 120 000 души. 120 000 человек. Бяха прокудени от домовете си. Были выгнаны из своих домов. Даже несколько гледах един клип в Ютуб. И сегодня даже смотрел един клип в Ютубе. Хеме смешно, хеме трагично. И мне с одной стороны смешно, а с другой стороны так трагично. Кони бягат по центру на града. Кони бягат в центре города. И няма кой да ги спрят. Това са домашните животни на хората. Кучета, котки. Багаж. Ще каиш, че грабването е станало и няма ни една душа. Как будто их всех ограбили и нет ни одного человека. Бог ми отвори врата. Бог открыл для меня двери. Тази година за вторий път до отида в Армения. В этом году, чтобы я поехал уже второй раз в Армению. Я зверам, че служението ми между армянцами започва. Я верю, что мое служение армянам начинается. След, не знам колко дена, на 18-ти тръгвам за Армения за три дни. Через несколько дней, 18-го числа, я уезжаю в Армению на три дня. И отивам да послужа на братите си и сестрите си. И пойду служить своим братим и сестрам. И вярвам, че видя нещо, което Бог ще му научи на нещо пак. И я верю, что я увижу что-то, че му Бог меня научит. Днеска темата е готов ли си. Днеска ми дари Господа, часа 25-та глава на Матфея. Сегодня Господь мне дал откровение прочитать Матфея, 23-я глава. И первые 13 стиха. Первые 13 стихов. Си говори за 10 девицей. В первых 13 стихах говорится о... 10 девах. 10 девах. Много изтъркана тема. Много е говорено по ние. Много говорят об этой теме. Но аз искам пак да я повторим. Но я хочу снова ее повторить. И да видим кои си те е 10 деви. Аз ще прочита първо темата. И посмотрите, что это за 10 дев. Я сначала вам прочитаю эту тему. Тогава Небесното царство ще се оприлечи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженица. Девиците са църквата, младоженица Иисус Христос. Всички знаем това. Церковь – это девы, а Христос – это жених. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Втори стих. Тогда подобно, с первого стиха, 25 глава. Тогда подобно будет царство Небесное 10 девам, которые взяв светильники свои и вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Защото неразумните, като взеха светилниците си, не взеха масло с себе си. Но разумните, заедно с светилниците си, взеха и масло в съдовите си. Ако мога да объясня, едно време са имали пояси, несколько колония. Ако мога да объяснить, то какое-то время назад были одни, как поясы. И всичко е висяло от тях надолу. И все висяло на них, вот так вниз. Турбичката с парите. Пакетик с деньгами. Маслото. Масло. Всичко, какво се сетите. Ключове, може би, за вкъщи. Все, о чем можете подумать. Можете ключи от дома. Откъде го знам? Това е от Божито се уръжие – Ефесяне. Откуда я это знаю? Это из Божьего слова – Ефесянам. И там се каза, за поясът на истината припасен през кръста. И там разказвается про пояс, который мы припаясываем к... И на него военните са носили мечовете си, кълъфа. И там военное насилие раньше ножны. И всичко останало. Манерката с водата. И все остальное. Сигурно. Пляшка с водой. Военниците знаят. Военные знаят. Да, и всичко, което е важно, е висело на пояса. Все, что было важно, висело на пояса. Не случайно поясът на истината или Христос е на нашия пояс. Не случайно. Така, разумните заедно с светильниците взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженеца, додряма се на всички и заспаха. Аз ще спра малко до тук и искам да обясня ситуацията. Това е четвъртия стих. Мудрия же вместе со светильниками своими взяли масло в съсудах своих. И как жених замедлял, то затримали все и уснули. Така, до тук какво се случва? До этого момента, что происходят? Десет девици. У нас есть десет дев. Пет разумни, пет неразумни. Пет разумных, пет неразумных. Някои переводи пишут глупави. В некоторых переводах пишутся как глупо е и разумно е. Неразумен човек е... Мудрия. Да. Неразумен човек е този. Неразумен човек е този, който не предвижда ситуации напред. Неразумен човек е този, който не предвидит, не смотрит вперед в будущее. Така, и тези пет, които бяха разумни, бяха предвидели. И эти пет, които бяха разумни, они предвидели. Може да се забавим. Я да се вземе едно съсуд с повече масло. Мы можем замедлиться. Я возьму с собой еще один съсуд с маслом. А неразумните или глупавите? А неразумно е или глупо е? Всичко действат и бързат. Сега ми идва името Марта. А не везде торопеца? Като Марта действат. Как Марта действует? Знаете Марта и Мария? Двете сестри на... Марфа и Мария. Да, Марфа, добре. Едната бързаше, щеташ и правиш и всичко, но... Одна торопилась, везде торопилась, пыталась что-то сделать. Предполагам, че познавам тая жена. Тя е характер. Това е характер всъщност. И мне кажется, что я знаю такую женщину. Это не женщина, это как характер. Тя не е лоша жена, но тя не предвижда ситуации напред. Она не плохая женщина, но она не смотрит в будущее. Така, и защо ги казвам тая неща? Всички тези девицы... Почему я говорю все эти вещи? Вот эти вот 10 дев... Губи мислят думата. Това са представители, да, на церквата. Они как представители церкви. Обаче има неразумни... Но есть и неразумные... Братья и сестры... Братья и сестры... Които не предвиждат, какво може да случи напред. Которые не могут смотреть в будущее и понимать... Что будет? Они не читат Словото си и не го живеят. Они не читают Божьи Слово и не живут им. Бях чел на времето православен... Алим��у забус immortまу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор Е.Жукова hesисту Слово Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... И... Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...